Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Как описывали свое путешествие по Орде различные признанные официальной наукой западные путешественники? В прошлом ролике мы закончили на том, как Карпини, францисканский монах, описывает Орду, а по сути получается, что описывает он Тартарию. Нечто подобное Карпини писал о Тартарах в своей Великой Хронике в 1240 году Матфей Парижский. Они люди бесчеловечные и диким животным подобные. Чудовищами следует называть их они людьми, ибо они жадно пьют кровь, разрывают на части мясо собачье и человечье и пожирают его. Когда нет крови, они жадно пьют мутную и даже грязную воду. Как это похоже на высказывание патриарха Кирилла о славянах? Вы не находите? Ну да, пусть это остается на их совести. Комментариев тут не требуется. Замечу лишь, что подобный творческий подход применялся не против одних лишь жителей Тартарии. Посмотрите, как лихо припечатывает всех и всяческих иностранцев французский ученый-книжник Жан Лебевье в своей книге «Описание стран», вышедшей примерно в 1450 году. Англичане жестокие и кровожадные, к тому же они скупые торговцы. Швейцарцы жестокие и грубы. Скандинавы и поляки вспыльчивы и злы. Сицилийцы очень ревнивы по отношению к своим женам. Неаполитанцы толсты и грубы. Плохие католики и великие грешники. Кастильцы яростны, плохо одеты обуты, спят на плохих постелях и плохие католики. Потрясающая широта обобщений. Гораздо более верные сведения о Борде или Тартарии дают итальянцы, сведения которые заставляют задуматься. Альфьери, чья рукопись издана в Генуе в 1421 году, уверял, что в землях Тартар живут белые медведи. И его книга, к тому же, проиллюстрирована рисунками типично русских телег. К этому труду примыкают заметки венгерского монаха Йоганки. Означенный Йоганка рисует ордынские земли, читаем, тартарские или земли русов. Так. Страна Сибур, окруженная Северным морем. Страна эта обильно с ясными, но зима там жесточайшая до такой степени, что из-за чрезвычайного количества снега зимой почти никакие животные не могут ходить там, кроме собак. Четыре больших собаки тащат сани, в которых может сидеть один человек с необходимой едой и одеждой. Ничего не напоминает? Да это же описание северных земель. Белые медведи, суровые зимы, ездовые собаки. Но помилуйте, при чем тут ордынцы? Никто и никогда не набирался смелости утверждать, что монголо-татары доходили до Северного Ледовитого океана. Это русские земли. Это земли Тартарии. И верно. Дальше сам Йоганка сообщает, что в стране Сибур живут, проповедуя свою веру, русские клирики. Ну и, наконец, авторитетнейший и беспристрастнейший, свидетель, много лет проживший в Китае и сам видевший монгольских ханов, мессир Марко Поло. Якобы 17 лет проживший в Китае. С 1275 по 1292 год. Можно смело говорить слово якобы, поскольку в последнее время практически одновременно и в России, и на Западе серьезные ученые пристальнейшим образом изучили труды первопроходца, после чего схватились за головы и поделились своим ошеломлением со всем остальным миром. Оказывается, по какой-то странной причине Марко Поло ни разу не привел ни одного собственно китайского имени, только тюркские и персидские. Оказывается, человек, якобы проживший в Китае 17 лет, ни словом не упоминает о китайском чае, о китайских иероглифах, об уникальном китайском обычае бинтования ног женщинам и о книгопечатании. Современный комментатор чешет в затылке. Возникает впечатление, что в Китае Марко Поло общался в основном с иностранцами, а также в жизни не пробовал чая, не видел иероглифов и печатных книг. Фрэнсис Вуд, директор китайского департамента Национальной британской библиотеки, утверждает, Марко Поло доехал только до Константинополя, а затем скрылся в окрестностях Генуи, где описал свои вымышленные путешествия. Российские исследователи Носовский и Фоменко пошли дальше и обнаружили массу других загадок. Во-первых, неизвестен даже язык, на котором была впервые написана книга Марко Поло. Первое печатное издание появилось в 1477-м, отчего-то не в Италии на итальянском, а в Германии на немецком. Во-вторых, в 16-м веке, когда впервые заинтересовались биографией Марко Поло, никаких его следов в Италии обнаружить не удалось. Считается, что знатный род, из которого происходил Поло, исчез в 15-м веку. В-третьих, Марко Поло есть такая вероятность, не Марко Поло вовсе, а поляк по имени Марк. Те, кто выдвинул эту версию, опираются на портрет Поло из первых изданий его книги, под которым стоит следующая подпись. Благородный рыцарь Марк, поляк фон Венедиг. Слово Поло написано с маленькой буквы. То ли Марк из Венеции, то ли Марк из Венедии, западноевропейской славянской области. Вот этому лично я верю вполне. И, как здорово подметил Александр Бушков, у поляков есть удивительная способность обнаруживаться в самых неожиданных местах. Один польский летчик, я пишу о реальном случае, пишет Бушков, ненароком застряв в только что образовавшемся государстве Пакистан после окончания Второй мировой войны, совершенно случайно стал организатором и первым командующим ВВС Пакистана. Но не было под рукой других специалистов. Похоронен в персональном склепе в звании главного маршала авиации Пакистана и кавалера всех высших пакистанских орденов. Другой случай. В начале 70-х годов 20 века, если кто помнит, область Биафра пыталась отделиться от Нигерии и провозгласить себя самостоятельной державой. У мятежников был единственный самолет с грехом пополам, приспособленный для бомбометания. Летал на нем тип, чье происхождение ясно из его прозвища. Чокнутый поляк. Ну, наши тоже не подкачали. В 1848 году восстание индейцев в Калифорнии возглавил некий Прохор Егоров. В конце 19 века некий одессит Малыгин стал вождем индонезийской повстанческой армии, боровшейся против голландских колонизаторов. А в 1934 году бывшие офицеры Белой гвардии, в немалом количестве осевшие в Парагвае, как раз и обеспечили победу в Парагвайско-Боливийской войне, командуя дивизиями, полками и ротами. Вот такими очень интересными фактами порадовал нас очень любимый лично мной писатель и исторический исследователь Александр Александрович Бушков. Именно его книги из серии «Россия, которой не было», разбудили во мне личный интерес к истории. Продолжу о знаменитом путешественнике, как о нем заявляет официальная история. Сегодня накопилось достаточно веских аргументов, позволяющих уверенно говорить, что Марка Пола, он же не исключено Марк Полек, в Китае не был вовсе. Где же он был? Неужели так и просидел в Константинополе, как уверена госпожа Вуд? Быть может и нет. В книге Носовского и Фоменко «Империя» подробно и убедительно доказывается, что Марка Пола как раз и путешествовал по Золотой Орде. Но Ордой это была Русь. А еще, точнее, если хотите, та империя, которую западные картографы называли Тартария. Сегодня имена Носовского и Фоменко знают очень многие. Многие что-то слышали и о их исследованиях. Так что очень рекомендую ознакомиться любопытному читателю с книгой «Империя». Так где был Марка Пола и кого он описывал под видом Золотой Орды? Обязательно нужно упомянуть, что книга Марка Пола о его путешествиях известна нам согласно устоявшейся версии не в его собственной рукописи, а в записях, сделанных неким венецианцем Рустичиана. Когда Марка Пола сидел в генуэзской тюрьме, историки как не бились, так и не выдвинули маломальской убедительной гипотезы, объяснявшей бы, почему известного путешественника, посла и потомка знатного рода по возвращению в Италию в 1298 году вдруг упрятали за решетку. Рустичиана, мол, старательно записывал его рассказы, а сам знатный посол, что писать не умел. И потом, что это за тюрьма, где заключенным снабжают стопой бумаги и чернилами в немалых количествах, и это в начале XIV века. И он после освобождения стал распространять книгу. Между прочим, сплошь и рядом Марка Пола упоминает о себе в третьем лице. Сеньор Марка Пола отправился. Марка Пола видел. Остается добавить, что по данным того времени Рустичиана пользовался самой скверной репутацией мошенника и фальсификатора. И, наконец, не столь уж сложные и совсем недолгие поиски позволяют найти документы, послужившие для Пола или, что вернее, Рустичиана, тем бесценным источником, откуда черпались личные впечатления. Приведу еще одну выдержку из книги Александра Бушкова. В 1290 году Папа Римский Николай IV послал на Восток священника Джованни Монтокорвина, в отличие от Марка Пола, насквозь реальную личность. Монтокорвина 30 месяцев прожил в Индии. На Карамандельском берегу, в общине тамошних христиан, последователей святого Фомы. В отличие от Пола, падре Джованни и не пытался рассказывать байки о Китае. Зато отправил в Рим обширный доклад, по словам современных комментаторов-исследователей, представлявший собой прямо-таки прорыв в изучении географии. Впервые вместо слухов и откровенных сказок в Европу поступила точная информация. Монтокорвина впервые поведал Европе, что в Индии полярная звезда едва-едва видна над горизонтом, а в южной части небосвода горит совсем другая полярная звезда. Впервые сообщил о равнинности Индии, о сухости ее климата, о разнообразии растительности, о пряностях, перец, имбирь, красящее дерево, о меняющихся в течение года свое направление в ветрах-муссонах. Практически все эти сведения вошли позже в книгу Марка Пола, которая четко распадается на три части. В первой части весьма достоверные записки о Руси-Тартарии и Восточной Европе. Второе – это материалы об Индии, явно заимствованные из послания Монтокорвина. Ну и третье – тогдашнюю научную фантастику. Собрание завлекательных сказок вроде легенды о топившей корабли камнями из полинской птицы Рух или невероятно невообразимом множестве островов в Индийском океане, которых, если верить Пола, насчитывается 12 700. Другими словами, то ли Рустичана, то ли кто-то еще собрал старательно самые разные материалы от расхожих сказок до отчетов реальных путешественников. Кое-как объединил общим сюжетом и фигурой Марка Пола. И путевые заметки отправились гулять по миру. Необходимо подчеркнуть, что даже эти самые сказки являются порой ценнейшим материалом, откуда можно почерпнуть немало полезного. Например, мы получаем дополнительный аргумент в пользу утверждения, что термин «Индия» никогда не привязывался к конкретной стране, а кочевал по всему известному тогда миру и обозначал очень далекую землю. После этого уже не видишь ничего удивительного в том, что на Мировинговской карте 720 года, составленной французскими монахами, и английской Герефордской карте 1260 года, Индия расположена как раз по соседству с землями, где обитают русские. И это еще одно подтверждение существования империи с названием Тартария, населенной славянами и дружественными славянам племенами. Кстати говоря о картах. Английский комментатор Марка Пола Генри Юль, пытавшийся составить в 1875 году карту «Мир по представлениям Марка Пола», как не бился, как не старался, а город Каракарум у него все-таки уехал из Северного Китая и Монголии, оказавшись далеко от них, где-то возле гор. Есть каталонская карта мира. Под этим названием понимается не одна карта, а целый географический атлас, составленный в 1375-1377 году по поручению португальского наследного принца Жуана, отца знаменитого впоследствии короля Инрика Мореплавателя. На одной из карт этого атласа присутствует и город Карахора, расположенный далеко за пределами Индии, Китая и Монголии, опять-таки возле гор. Не нужно особенно напрягаться, не нужно заниматься натяжками, чтобы отождествить Карахора с Каракарумом, располагавшимся, никаких сомнений, где-то неподалеку от Москвы, ведь именно так называлась одна из провинций некогда единой страны на европейских картах. Есть еще весьма и весьма стройная теория о том, что древности Китаю добавили сами китайцы, и рождение этой страны отнесено вглубь веков, на 3,5 тысячи лет. Это уже следующая глава, следующего ролика. Подписывайтесь на мой канал, здесь самое интересное. До свидания. Мир вашему дому, покой вашей душе. До встречи.